Всех приветствую, вы на канале Седоинвестор. Сегодня у нас актуальные новости. Не будем задерживаться, поэтому заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее, а я побежал за кофе. Что касается биткоина, здесь в принципе все понятно. Двигаемся строго по уровням. Переключим таймфрейм на 4 часа и что мы наблюдаем? Маленький ложный пробой с выходом наверх и скорее всего будет ретест с дальнейшей консолидацией. Вы посмотрите на эти банальные манипуляции, они абсолютно не меняются. Вот этот ложный пробой сделали лишь для того, чтобы подбревать всех шортистов. Трейдер открывает сделку в шорт, ставит короткий стоп и его успешно выбивает. Переходим на Coin Glass и смотрим ликвидации. Вчера ликвиднулся шортистов на 110 миллионов долларов и лонгистов всего лишь на 25. Какой вывод? Не стоит трейдить. Не лезьте на фьючи, позбревают всех. Разница между трейдером и инвестором состоит в том, что трейдер теряет все, а инвестор потихонечку выкупает дно. Я прекрасно понимаю то, что есть те люди, которые закупались на хаях. И сегодня их пенел по портфелю составляет минус 71%. С одной стороны это очень больно, но с другой стороны количество монет, оно у вас то осталось прежним и никуда не делось. Да и к тому же, если вы постоянно усредняетесь, то после медвежки, когда тренд развернется обратно, наверх, вы просто охренеете, какой будет дикий профит у вас. Но это лишь делает 1%. Остальные у нас спекулянты и трейдеры. Это конечно прискорбно. В инвестициях единственный ваш ресурс это время. А в трейдинге это нервы. А нервы у нас не восстанавливаются. Да и потерянные деньги их не вернуть. В отличие от инвестиций, у вас есть товар, который растет и дорожает. Это нормально. Это торговля. Ну а мы плавно переходим к актуальным новостям. По данным исследования, Pew Research Center, около половины американцев, инвестирующих в криптовалюты, заявили, что их вклады не оправдали ожиданий. А что вы думали, покупая сверхвысокорейского актива? Такие как Шибаину, Доджкоин, Тералуну я тоже относил сверхвысокорейским активом. Так ладно, если бы у вас еще был план по вкладам. Вы же покупаете бездумно, на все деньги. Все, что у вас есть, вы все вкладываете. Вроде бы все правильно сделали. Выделили определенную сумму на инвестиции. Но зачем ее тратить всю за раз? Это же очень глупо. Вы поймите, на росте я закупаюсь абсолютно так же, как и на падении. У меня есть график по вложениям, которому я придерживаюсь. Согласно исследованию, около 16% взрослых американцев инвестировали в криптовалюты. Pew Research Center отмечает, что с сентября 2021 года общая доля взрослых американцев, криптовалютных инвесторов, не изменилась. Несмотря на возросшее внимание СМИ цифровым активам. Лишь 15% респондентов сказали, что их вложения превзошли ожидания, а еще 31% сказали, что результаты инвестиций соответствуют ожиданиям. Тем не менее, 46% инвесторов заявили, что их вложения не оправдали ожиданий. Но я скажу лишь одно, эти 46% это не инвесторы, это обычные спекулянты, которые хотели заработать в краткосрок. Большая ошибка, лезть в крипту, не имея знаний. Я сам через это прошел. Во время прямой трансляции основатель Cardano, Чарльз Хоскинсон, поделился краткой информацией о хардкорке Wessel и объявил, что он состоится в сентябре. По словам Хоскинсона, точно дата форка Cardano отчасти зависит от криптовалютных бирж. Я не думаю, то что у Cardano произойдут какие-то проблемы с криптобиржами. Я уверен, то что они полностью ее поддержат. Следующим важным шагом является подключение бирж. Байна сказала, что сейчас обновляет объемы, добавляет он. По словам Хоскинсона, после объявления своих систем тремя-пятью крупнейшими криптобиржами, станет известна и точно дата хардфорка. Мы еще не совсем вышли на финишную прямую, но дела идут хорошо, добавил он. Был выявлен целый ряд ошибок, нуждающихся в исправлении. Основатель Cardano не боится нам сообщать, что находит ошибки в своей системе. Значит, он их обязательно их исправит. В исследовании DAP Raider говорится, что переход эфириум на Proof of Stake может повлиять на DeFi протоколы и стейблкоины. По данным DAP Raider, The Merge может сказаться на стабильности стейблкоинов. The Merge – это слияние, так как большинство DeFi приложений размещены на эфириум. Крупнейшие эмитенты стейблкоинов, такие как Tether USDT, тем не менее, некоторые члены сообщества по-прежнему обеспокоены планируемой миграцией. Создатель стейблкоина DAI компании MarketDAO выделила ряд проблем, которые могли возникнуть при слиянии эфириум. Ну, насчет MarketDAO, ребят, вы за своим стейблкоином следите, он у вас максимально нестабильный. А да, я потихонечку избавляюсь. Большую часть держу в USDC и BUSD, Tethery тоже держу, но немного, так как стейблкоин у них алгоритмичный, такой же, как и у Терры. Grayscale также выразила опасения, что слияние может отразиться на токенах ERC-20. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая объявило о новых правилах рекламы и продвижении виртуальных активов. Обновление правила ВАРа гласят, что ни одна маркетинговая платформа не имеет права гарантировать доход от инвестиций в цифровые активы и вводить пользователей в заблуждение. Ребят, полностью согласен. Даже когда я рекламирую свой закрытый чат Telegram, я никогда не гарантирую доход, я не могу отвечать за ваши действия. Там я делюсь полностью своими покупками. Грубо говоря, весь мой опыт передается вам. А как вы поступите с данной информацией? Это ваше личное дело. Одно дело, когда я зарабатываю. Другое дело, когда другие люди зарабатывают. И чем лучше результат, тем на душе мне спокойнее. И ни одна душа мне не сказала, что в моем закрытом чате полная скамина. У меня все равно, я делаю закуп и скидываю полный список активов. Если у него минус по ПНЛ, то, скорее всего, у меня минус тоже. Но как показывает практика, во время этого медвежьего рынка мои альты стреляли на 27 иксов, на 10, на 15 и по мелочи по 500, по 600. И о своем профите я всегда делюсь с вами на YouTube-канале. В преддверии ноябрьского гран-при в Лас-Вегасе Формула-1 зарегистрировала две новые заявки на товарные знаки с акцентом на метавселенной и NFT. Заявки охватывают работу с NFT, криптовалюты, страховые и финансовые услуги, виртуальную одежду и спортивное снаряжение, торговлю валютой и оказание услуг с помощью виртуальной валюты. В заявке также отмечается, что NFT будут предоставлять право собственности на широкий спектр реальных предметов, в том числе автомобильного оборудования, предметы декорда, одежду, сумки, кошельки и парфюмерию. Чикагская товарная биржа SME Group запустила фьючерсы на биткоин и эфириум в евро. В данной бирже заявили, что новая слуга позволит глобальным институциональным инвесторам получать доступ к цифровым активам путем хеджирования рисков. По данным SME, размер контрактов биткоин-евро будет масштабироваться от 5 биткоинов, а эзер евро по 50 эфириум за контракт. Такие новости на сегодняшний день. Если тебе понравилось, обязательно поставь лайк за проделанную мной работу. Ролики выходят каждый день в одно и то же время. 18.00 Часовой поезд Сеул. Так как я живу в Южной Корее. А у меня на сегодня все. Всем до завтра.